В 2011 году в этот день экскурсия прошла у местной молодежи. Только цель ее была не совсем этическая, а скорее воспитательная. Студенты побывали в отрезвителе, дабы узнать, что с ними может случиться, если себя ни в чем не ограничивать. Насмотрелись ребята на камеру для буйных и сразу жить по-другому захотелось. Отвращение. Зашел сюда, увидел четыре этих, койки. Отвращение немножко вызвало. От работы воспитательной перейдем к работе эстетической. Три года спустя в драматическом театре состоялся финал девятого международного фестиваля «Соотечественники». А вот театров приехало на один меньше всего восемь. Зато географический охват оказался широким. Россия, Казахстан, Молдова, Белоруссия. Именно минская постановка Анны Снегина стала завершающей. Режиссер спектакля Владимир Гостюхин немного в необычной форме преподнес зрителю творчество Есенина. Год спустя мордовская делегация посетила Ульяновскую область. Не ради деловых вопросов, скорее ради забав. Национальные забавы так и назвали состязания, которые стали проводить не только в рамках республики. С целью сохранения национальной культуры. Такие соревнования соревнованиями не назовешь. Здесь спортивный дух скорее сплочает, а сами игры веселят участников. Организаторы вообще считают, что подобные состязания стоит проводить в школах. Ведь так интереснее. В 2019-м завершилась четвертая интеллектуальная олимпиада IQ-ПФО. В течение двух дней студенты 14 регионов Приволжского федерального округа состязались в пяти направлениях. Робототехника, программирование, парламентские дебаты, управленческие поединки и что, где, когда. Кстати, в последнем конкурсе победила команда из Перми. А вот во время программирования участникам дарили шары. За каждую правильно выполненную задачу. Это и взаимоотношения между регионами, это обмен опытом и каждый знает, к чему нужно стремиться, чтобы мы становились каждый лучше и лучше. В этом же году в городском приюте для бездомных животных устроили день открытых дверей и социальную акцию под символичным названием «Пора домой». Волонтеры и штатные сотрудники приюта собирали пожертвования и предлагали посетителям забрать домой кошку или собаку. Приют посетил и Петр Култаев. Он привез корм и помог маленькому Ване выбрать щенка. У нас кошки есть, но собачки не было. Он говорит, решились мы прийти и взять собачку. Почему ты именно этого щеночка-то выбрал? Потому что он красивый. Таким было 25 марта в годы работы 10 канала. Оставайтесь с нами, вместе нам будет что вспомнить. Арина Мелешкина – Наш Новости.